МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Неделя города» в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема. Троссология японского меча. В Рязани стартовал фестиваль кузнечного дела. Платные парковки и реконструкция северной окружной. Павел Молков высказался по резонансным темам. Неотвратимость наказания. Следователи завершили расследование уголовного дела по факту взрыва в Шиловском районе в октябре прошлого года. Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов нашел новое место работы. Теперь он шестой вице-президент корпорации «Синергия». Его фото появилось на официальной страничке университета, репутация которого в научных кругах, прямо скажем, неоднозначная. Ранее была информация о том, что Николай Любимов уйдет в бизнес или займет пост сенатора от региона. Но, видимо, не срослось. В Рязани стартовала первая международная научно-практическая конференция «Кузнец всем ремеслам отец». Это теоретическая часть шестого международного кузнечного фестиваля, который продлится два дня. Практическая стартует у Лыбецкого моста. Технологические процессы обработки металлов, трассология японского меча, опыт в реставрации художественных произведений – для Рязани все это звучит несколько экзотично. Но это вполне себе научные направления научно-практической конференции по вопросам кузнечного дела. Ее участники – ученые, ремесленники, дизайнеры практики и другие мастера. Задача – не только обсудить актуальные вопросы, но и поучаствовать в создании и организации ремесленных и образовательных программ. Кузнечный промысел и на Руси, и на Рязанщине он всегда занимал почетное место. Кузнечное дело – это наши культурные традиции, это те артефакты, которые сохраняют историю и которые дают возможность новым поколениям прикоснуться к тайнам прошлого. И кузнечное дело на Рязанской земле уходят далеко своими корнями в древность и традиции их также известны по всему миру. Первая международная научно-практическая конференция «Кузнец всем ремеслам отец» – это часть большого фестиваля. В Рязани он проходит в шестой раз. Двухдневный праздник «Секреты средневековых мастеров» обоснуется на Лыбецком бульваре. Мастер-классы, выступления музыкальных коллективов и выставка – это только часть насыщенной программы. А посмотреть есть на что. Свои умения продемонстрируют полсотни мастеров из разных регионов России – Республик Татарстан и Чечня, гостей из Белоруссии и Донецкой Народной Республики. Начало в 17.00 на Лыбецком бульваре. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Дирекция благоустройства города продолжает ежедневную опиловку сухих веток и деревьев. Горожане, особенно после ураганов, часто жалуются на то, что они – угроза не только здоровью, но и имущество. Для устранения и предотвращения таких вот ситуаций в городе ежедневно работает сразу несколько бригад. Опиловка и снос аварийных деревьев – сегодня, пожалуй, одна из главных задач Рязанской дирекции благоустройства. Деревья под снос комиссии по обследованию зеленых насаждений признаны аварийными. Сейчас на улицах города работает сразу несколько бригад, которые занимаются спилом и вывозом веток и деревьев. В данный момент ведется опиловка деревьев над пешеходным тротуаром, плановая обрезка деревьев, которые аварийные. Это был инцидент, жители просили, сделали письмо, и мы по письму сейчас работаем. Этим летом погода уличную зелень не щадит. То шквалистый ветер, то ураган с дождем и градом. Деревья буквально трещат под разгулом стихии. А помимо опиловки, дирекция благоустройства города занимается еще и расчисткой. Сейчас вообще планируется в городе Рязани устранение аварийности после бури. То есть, как говорится, опиловка проводится одной бригадой, вывозится двумя бригадами. Пока где нет возможности вывезти, ведется складирование на зеленой зоне. В последствии все это будет вывозиться на свалку. Работа по валке аварийных деревьев продолжается ежедневно. С улиц Соборной, Скоморошинской, Новоселов, Чернышевского, Халтурина, на переработку вывезли уже около 20 кубометров древесных отходов. По словам главного технолога дирекции благоустройства города Александра Абызова, опиловка и снос аварийных деревьев идет по графику. Разве что погода может преподнести новые сюрпризы. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Сразу по двум резонансным темам прошелся в Рио губернатора Павел Молков на очередном региональном правительстве. Платные парковки и ремонт Северной окружной. Темы эти сейчас в топе, жалоб хватает, но ответа на свои вопросы жители города не получают. Сегодня Павел Молков вновь в районах, непосредственно в Шацком, но некий предварительный итог предыдущих поездок он все-таки подвел. Институт кураторства необходим. После поездок в районы, а их сегодня уже с дюжину, Павел Молков только укрепился в этом решении. Именно поэтому списки, по его словам, уже составлены. Вот только не все до конца понимают функционал кураторства. Пришлось объяснять. Кураторы назначаются не для того, чтобы руководить муниципальным районом, подменять собой органы местного самоуправления, а для помощи по самым важным вопросам района. И также я прошу кураторов лично выезжать, общаться с гражданами. Я вижу вот сейчас по итогам поездок очень большой дефицит такого личного контакта, личного общения у людей. Разбор полетов по итогам поездок, судя по всему, в Рио губернатор доставляет особое удовольствие. Как работают бюрократические машины, он наглядно продемонстрировал на примере капитального ремонта школы в поселке Пехлец Кораблинского района. Даже при том, что все бумаги уже собраны, проектно-сметная документация одобрена, полного пакета документов пока нет. Сейчас мы придем к тому, что они у меня на столе, судя по всему. Но я смотрел, перед выходом сюда не было. Давайте быстро, коллеги, это сделаем и запустим уже, чтобы у нас бюрократические вопросы все-таки с минимум времени съедали, а больше уходило на то, чтобы сделать саму работу. Один из самых резонансных вопросов для Рязани сегодня платные парковки. Вообще свободное пространство для автомобилей – тема больная для города. А тут большая часть отдано на откуп корпорации, которая даже в бюджет города по сути платит мизерно. Диалог Павла Молкова с Еленой Сорокиной получился довольно любопытным. В декабре 2016 года было заключено соглашение между Ростелекомом и администрацией города Рязани о создании платных парковочных мест. По этому соглашению в течение 7 лет 90% собранных сумм поступает в Ростелеком и 10% в бюджет города Рязани. В декабре 2023 года заканчивается действие соглашения, и все эти места и все оборудование становятся собственностью города. По платным парковочным местам у нас было понимание, что мы хотим этим добиться? В 2016 году хотели упорядочить парковку стихийную достаточно на улице города Рязани. И за счет введения платы за паркоместа создать некий пул свободных мест для желающих припарковаться. Задача никаким образом не решена, стихийная парковка никуда не делась. И мы если, давайте прямым текстом уж говорить, прямыми словами, если мы делаем платные парковки и хотим, чтобы часть из них была свободной, это значит, что мы выдавливаем транспорт вот из тех частей города, где вводим эти самые платные парковки. Людям негде запарковаться, или это дорого, поэтому они на машине есть. Но если мы так делаем, мы должны хотя бы общественный транспорт сначала обеспечить качественный, как в другую сторону вот этой медали. Поэтому лично в моем понимании платные парковки – это далеко не только добро. Ремонт северной окружной дороги – еще одна животрепещущая тема. По словам Павла Малкова, с жалобами и фотофиксацией его буквально завалили. Работы идут с опережением графика, заявил зампредрегионального правительства Евгений Белинецкий. Дескать, 40 человек и 18 единиц техники работают по 16-18 часов. Получилось как-то неубедительно. Сейчас я вижу одно, и это подтверждено огромным количеством фактов – фото, видео, жалоб, и сам я это видел. Там работы зачастую не ведутся. Люди это видят. Нужно, чтобы они велись постоянно, без перерыва, чтобы там всегда были люди. С опережением графика – это хорошо, надо еще больше его опережать. Плюс у меня все-таки вопрос, как мы можем хотя бы как-то остроту ситуации снести. Одна полоса осталась. Давайте какой-то еще посмотрим отсыпать рядом еще, но решение же должно быть. Возле парка «Морской славы» уже снято бордюрное рождение, работают по расширению обочины. Зачастую, когда люди едут по дорожному полотну, у нас же дорога выше, чем поля. И те, которые работают, ведутся внизу, их не видно. Разгрузить одну из главных транспортных артерий города – задача первоочередная, заявил Павел Молков. Самая большая ошибка во всей этой истории – отсутствие обратной связи. Люди сегодня просто не знают, когда будет завершен первый этап, когда начнется второй, сколько по времени они продлятся и какой объем работ будет выполнен. Теперь же на Северную окружную пойдут информационно-инспекционные рейды. Отчеты Минтранса должны стать ежедневными. На этой неделе Госпожинадзор праздновал юбилей. 95 лет назад законодательно были закреплены функции пожарной охраны и деятельность пожарных организаций. Дату отметили с размахом. В строю люди как в форме, так и в гражданском. На первый взгляд картина необычная, однако делают все общее дело, борются с пожарами, но не просто ликвидируют их, а стараются предотвратить. Благодаря плодотворному труду, компетенции, глубоким знаниям, грамотному подходу к делу сотрудники пожарного надзора вносят большой вклад в обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций различного характера. За каждым успехом в вопросах выявления возможных рисков обеспечить пожарную безопасность, повышение ответственности сознательности граждан стоит ваша энергичная деятельность. Работа государственного пожнадзора может глазу и не видна. Легче заметить несущийся автомобиль МЧС с включенными проблесковыми маячками, однако за ведомство говорят цифры. В этом году пожаров стало меньше на треть. На убыль пошло и количество погибших при возгораниях на 10%. Нашим сотрудникам, которые занимаются тушением пожарного повода, всегда желают сухих руководств. А я хочу пожелать своевременно, правильно принятых решений, потому что каждая вами поставленная подпись, она отражается на судьбе наших жителей и на судьбе того, кто их поставит. Сегодня Госпожнадзор – мощная и эффективная система предупреждения и профилактики пожаров. Ведомство реализует меры по защите населения и материальных ценностей от огня. Под особым контролем у 81 человека, а именно столько сотрудников трудятся ежедневно, объекты с массовым пребыванием людей – важнейшее направление пропаганда пожарной безопасности. И за сотни мероприятий удается предотвратить до тысячи пожаров, говорит статистика. А это уже серьезный показатель. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Главным следственным управлением Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела по взрыву на предприятии «Разряд» в поселке Лесной Шиловского района 22 октября прошлого года. К ответу привлечены четыре должностных лица. Их обвиняют в совершении преступления по части третьей статьи 217 «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц». Герман Гущин напомнит, как это было. 22 октября прошлого года в 8 часов 22 минуты в поселке Лесной Шиловского района на Пороховом заводе «Эластик» гремит взрыв. Момент происшествия попал на несколько камер. Это видео из той, что расположено внутри цеха компании-арендатора ООО «Разряд». Первая минута происшествия сообщалась о смерти 15 человек. Позднее их число выросло до 17. Через несколько часов после взрыва в Рязань прибывает временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян. После экстренного совещания он сообщает о помощи родственникам погибших. «В общем-то сейчас главой администрации с руководством непосредственно предприятия будут произведены соответствующие выплаты. Ну и оказывается помощь психологическим сотрудникам, в том числе нашим». На месте происшествия в этот день работали 170 человек спасателей и более 50 единиц техники. В этот же день Следственный комитет России по Рязанской области возбуждает уголовное дело. Шиловским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара на территории завода синтетических волокон и ластик по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение требований промышленной безопасности, опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается. И вот основные фигуранты привлечены к ответственности. Как сообщает официальный сайт Следственного комитета России, расследование уголовного дела завершено. Обвиняемые. Руководитель производственного предприятия Сергей Нестраткин, учредитель Александр Егоршин, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Наталья Лукашина и главный инженер Ирина Урубкова. Следствие установило, что руководство и сотрудники предприятия «Разряд» в поселке Лесном Шиловского района не исполняли обязанности по обеспечению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и безопасных условий труда, а также процедуру технологического процесса производства взрывчатых веществ. Кроме того, они игнорировали и не принимали мер к устранению имеющихся на объекте системных нарушений. Уголовное дело направлено в суд. В торговом центре М5МО появился не совсем обычный МФЦ, услуги, которые он оказывает, уже что-то совсем новое. Полное сопровождение по линии ГИБДД. Подробности в нашем следующем материале. Свою ласточку на смотровую площадку Виктор привез одним из первых. Заранее записался через госуслуги, получил СМС-подтверждение и вот он уже на месте, еще до открытия самой площадки. Рядом еще три водителя. Очередей нет, все быстро и удобно, говорят они. Тем более, что место новое для водителей еще непривычное. Но это пока новость об открытии нового МФЦ с допуслугами не облетела весь город. Здесь будет осуществляться как и выдача и замена водительских удостоверений, так же и полный спектр услуг по регистрации транспортных средств. Вот если раньше все регистрационные действия с транспортными средствами осуществлялись у нас в городе Рязани по адресу «Солнечный-1», то теперь здесь полный комплекс вместе, включающий в себя и площадку осмотра транспортных средств. Новый МФЦ получил прописку в торговом центре М5 Мол. Площадка для осмотра авто снаружи, рядом со зданием. Так что ходить далеко не надо. МФЦ построен в первую очередь для жителей Забайкальской, поселков Дягилева и Элеватор. Это в приоритете. А так клиентом может стать любой. Если еще посмотреть оценку комфортности предоставления услуг, то она очень близко равна к 100%. Но это не значит, что мы не будем дальше работать над развитием нашей сети. Как раз это отделение тому подтверждение. Во-первых, здесь удобно одновременные покупки совершать и услуги получить. Этот МФЦ стал 146-м в регионе. В каждом из них сегодня оказывают до 380 муниципальных и государственных услуг. В этом на парочку больше. Услуги по линии госавтоинспекции – это новшество не только для региона, но и для страны в целом. У ГАИшного МФЦ в России всего двое собратьев. Работает центр теперь ежедневно, включая выходные. А вот на услугу по регистрации авто нужно будет записаться предварительно. На сайте или по телефону. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Для запойных алкоголиков в России созданы 15 реабилитационных центров. В Рязани тоже есть один из таких. Методы его работы с остальными в чем-то схожи. Но есть и любопытные отличия. Биография каждого пациента реабилитационного отделения наркологического диспансера заслуживает, если не отдельной книги, то брошюрки точно. Сломанные судьбы, извилистые пути, которые и привели человека в эти коридоры. Сейчас на приеме у психиатра Константин. Скрыли мы только лицо. Имя оставить разрешили. Константин трижды попадал в наркологическое отделение, где все ограничивалось только лечением. В этом году ситуация изменилась. Сначала я лежал на четвертом этаже один суток. Потом состояние немножко улучшилось. Сюда предложили на реабилитационный центр перебраться. И вот здесь я уже с 29 апреля, вот уже скоро три месяца, выздоравливаю, стараюсь. Сейчас все нормально. Реабилитация – дело, что называется, добровольное. Люди приходят сюда сами с желанием лечиться. Причем желание – слово ключевое. Приходят трезвые и со всеми необходимыми документами. Одними лишь таблетками лечения, кстати, не ограничено. В день два групповых занятия с психиатром. Это минимум. У нас в отделении профессиональная команда, которая включает в себя врачей-психиатров-наркологов, врачей-психотерапевтов, младший средний персонал медицинский, психологов, социальных работников, врачей, врач ЛФК, врач-физиотерапевт, консультант по ЛФК. И вот эта вся куча людей непосредственно занимается своими обязанностями, задачами. Задача у большой команды местных профи звучит, как изменить поведенческие стереотипы. Иначе говоря, поменять мироощущения, чтобы когда человек стены диспансера покинул, ему не захотелось вернуться к прежней жизни. Реабилитационный потенциал каждого пациента мы оцениваем. Кто-то очень замотивированный, кто-то, может быть, хорошие эффекты достигнет через стандартную трехмесячную реабилитацию. Кому-то и подольше нужен, кому-то и просто поменьше. Кто-то уже в длительной трезвости находится, он просто хочет какой-то период времени пережить кризисность, кризис какой-то в жизни. И может, например, месяц у нас находиться. То есть краткосрочная реабилитация. То есть подход индивидуальный абсолютно. Но общая позиция, она есть. То есть стандартный срок реабилитационный это около трех месяцев, 90-колько дней. На этот шаг пошли осознанно. В других реабилитационных центрах страны обычный срок содержания 44 дня. Рязанские же врачи выяснили, что первые четыре недели человек только адаптируется к условиям. Поэтому здесь и лечат дольше. Но все на добровольной основе. Пациентов насильно никто не удерживает. Сейчас из 50 коек занято 32. После лечения уходят все. Правда, иногда возвращаются. Примерно треть. И задача персонала от цифры сводить к нулю. В том числе и на дневном стационаре. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. В Рязани раскрывают все убийства. Об этом заявили на расширенном заседании коллегии следственного управления по Рязанской области. В библиотеке имени Горького говорили об основных направлениях работы и не только. У Валерия Седова основные цифры. Стопроцентная раскрываемость по преступлениям 105 и 111 статей. Речь об убийствах. Это ключевой показатель работы регионального следственного комитета за первые полгода 22-го. И это только часть общей статистики, которая порадовала и в Рио губернатора. Надо сказать, что ваша ответственная и профессиональная работа на очень многое влияет. Рязанцы видят, что система работает, виновные несут наказание, а значит они не теряют веру справедливости. Уже мы сегодня говорили, в зоне особого внимания у нас, конечно, должна быть борьба с коррупцией. Это наша общая работа и правительство области здесь окажется необходимая поддержка, помощь. Работают следователи не только по делам текущим. Есть в региональном СК второй отдел по расследованию особо важных дел, который занимается уголовными делами прошлых лет. За эти полгода раскрыли 37 преступлений по 32 уголовным делам. По традиции награды за отличные показатели в работе получили лучшие сотрудники. Правда, нельзя сказать, что хорошие результаты отдела – это заслуга персональная. Владимир Никешкин, руководитель следственного управления, отметил в своем выступлении отличившиеся следственные отделы. Поддержали и добрую традицию – вручили благодарственное письмо родителям отличной следовательницы. Профессия следователя, о которой она очень давно мечтала, она осуществилась. Вот письмо благодарственное. Очень все хорошо. Я очень рада своей дочке. Другую традицию возобновили. В преддверии дня работы органов следствия подвели итоги конкурса работ представителей СМИ по формированию объективного общественного мнения по деятельности Следственного комитета. Благодарность выразили журналистам, которые широко освещают работу следователей, в том числе и нашему телеканалу. Пождественная периодичность в освещении деятельности следственного управления победителем признан корреспондент телекомпании «Город» Седок Валерий Игоревич. Расширенное заседание коллегии прошло в двух частях. В первой, торжественной, подвели итоги и наградили лучших. Вторая же посвящена докладам руководителей и постановке целей на остаток года, чтобы показатели были, как минимум, не хуже. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Городской пейзаж как живописный жанр художники воспринимают весьма аккуратно. Динамику и кипящую жизнь часто изображают современные акварелисты, ведь сама краска в движении, вот художница, чья выставка открылась на днях в холле Приобанка, пишет состояние. Состояние города в тот или иной миг. Частенько на полотнах художницы можно увидеть сумерки. И это состояние. Тишина, уют, горящие огни в окнах и мерцание фонарей, умиротворяющее и наполняющее спокойствие. На других – медитативные и добрые сюжеты. Дом шарф «Грядущий осень» и травы. Это одни из моих самых любимых работ. Дом шарф для меня означает такой дом, который своим теплом и уютом согреет людей, которые будут в нем жить. Трава – это скорее такая медитативная картина. Дом как вместилище человека. Все равно, что тело – вместилище души. И дом в данном случае медитирует. Он находится в единении с природой, а они противопоставляются. И находится в состоянии такого равновесия. Каждый видит город по-своему. Для кого-то это убийственный ритм и пугающие технологии. Но на картинах Ольги – дружелюбная среда. Куда ни посмотришь, везде такая красота. Мне очень нравятся новостройки, потому что для меня они символизируют духовный рост человека, развитие цивилизации. Выставка объединила работы разных лет на полотнах реальной виды реальных городов – Рязани, Самары, Димитровграда. Для выражения своей мысли авторы используют масло, мастихин, арголит, как и многие, творческий путь художница начинала с реализма, но не увидела в этом смысла. А вот ее нынешний стиль легко узнаваем и аутентичен. Из этих картин нам улыбаются добрые дома, окутывают сумерками вечерняя улица и подмигивают горящие глаза многоэтажек. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова